26% сероводорода, 16% углекислого газа и более 55% метана. Такой сложный коктейль не добывают и не перерабатывают почти нигде в мире. Это астраханское месторождение. Его запасы составляют 2,5 триллиона кубометров газа и 400 миллионов тонн газового конденсата. Основной продукт, который здесь получают, природный газ. Его отправляют в газотранспортную сеть России. Проектная мощность астраханского газоперерабатывающего завода 12 миллиардов кубометров отсепарирована, то есть сырого газа в год. Но получают здесь не только природный газ, который идет напрямую потребителям, но и продукты переработки этого газа, например, серу. Быстрая коррозия трубопроводов и повышенные меры безопасности. То, с чем сотрудники астраханского газоперерабатывающего завода имеют дело каждый день. Газ здесь осушают, обезвоживают и обессоливают, а затем разделяют на фракции. Один из основных этапов – вот такая установка получения элементарной серы. Именно здесь, в печах, происходит окисление кислого газа. Продолжается реакция на слои катализатора. Мы сейчас находимся возле конечного аппарата Клауса, где у нас отводится сера путем конденсата через гидрозатворы. Сейчас мы... Посмотрю тогда. Да, конечно. Можем это открыть? Да, конечно, можем. Только стойте, пожалуйста, в сторонку. Это сера, жидкая, в расплавленном состоянии, температура 130 градусов. Сейчас я продемонстрирую, какая у нас красивая и жёлтая сера. Частота её 4,9. На данный момент установка работает с нагрузкой 100 тысяч по кислому газу в час. Выработка серы составляет порядка 89 тонн. Большой объём сероводорода в получаемом газе вывел завод в лидеры по производству серы в России. В 2017 году здесь получили 4 миллиона 300 тысяч тонн этой демонической, как её в древности называли алхимики, субстанции. Самым востребованным видом, можно сказать, упаковкой серы являются вот такие гранулы. Их производят из жидкой серы, которая поступает в специальной установке барабаны при температуре 150 градусов Цельсия. Производительность каждого из пяти барабанов 52 тонны готовой продукции в час. Происходит процесс грануляции. То есть жидкая сера распрыскивается внутри барабанов, охлаждается водой, и тем самым получаются у нас так называемые гранулы. Гранулы в процессе переработки укрупняются, и получается товарная продукция, которая выводится на склады, которые вы видите, временные склады, либо сразу на отгрузку. Барабан – это пустотелый агрегат, внутренняя часть которого выстелена специальными пересыпными пластинами. Он вращается, и за счёт движения зачерпывают серу. Получается своего рода завеса серы, в ходе которой идёт напыление – послойное строительство каждой отдельной гранулы. Именно за счёт процесса напыления идёт постепенное увеличение комочка – от затравочной серы до серы товарного качества. В 2017 году мощность данной установки достигла 1,8 млн тонн в год. Но есть ли куда модернизироваться или куда увеличиваться? Да, в перспективе мы планируем увеличить мощность ещё на 1 млн тонн. Ёмкость самих складов у нас – 240 тыс. тонн. Гранулированная сера практически вытеснила с рынка свою предшественницу – серу комовую. Во-первых, гранулы гораздо легче перевозить. Во-вторых, от них гораздо меньше пыли. Важно и то, что при работе с таким видом серы не требуется много тяжёлой техники – бульдозеров и экскаваторов. Мы находимся на складе серы. Вот здесь потенциально миллионы спичечных коробков и спичек. Но лишь на взгляд обыватели серы делают только спички. Вообще, в целом, серу используют для производства удобрений и химической промышленности. Сегодня сера востребована прежде всего на внутреннем рынке. Поставки в 2017 году по федеральным округам России составили почти 3 млн тонн. Перегрузка выполняется с комплекса причалов, расположенных на реке Бузан в Астраханской области. Это приток Волги. Да, совершенно верно. На комплексе причалов у нас установлено и используется специализированное судопогрузочное оборудование, портальные краны, конвейерное оборудование. Перегрузка выполняется в рамках контрактов поставок серы как на внутренний рынок, так и по экспортным контрактам ПАО «Газпром». Этот автомобильный контейнер разработан специально для перевозки серы, чтобы во время доставки от завода до причала не было ни просыпей, ни россыпей. Сам по себе он весит около 4 тонн, а груз в нем еще 25 тонн. Поэтому работа по перегрузке на баржу сродни ювелирной. Здесь работают машинисты только самой высокой квалификации. Поскольку судно – это плавсредство, значит, здесь очень регламентировано в соответствии с технологической картой схема погрузки, чтобы судно не накренилось ни на правый левый борт, не имело дифферента на нос на корму. В этом плане, значит, искусство, конечно, и судокоманды, и, конечно, наших мастеров, те, которые производят погрузку. Несмотря на избыток предложения серы в 2017 году на мировом рынке, «Газпром» удалось сохранить традиционно для России покупателей, даже увеличить выручку по сравнению с показателем 2016 года. Основные потребители российской серы в дальнем зарубежье – Марокко, Тунис, Израиль, Ливан и Бразилия. В ближнем – Литва и Республика Беларусь. Всего за прошлый год экспорт серы составил почти 2,5 миллиона тонн. Есть ли какие-то инновационные составляющие серы? Можно ли как-то ее модифицировать, чтобы использовать ее, ну, помимо тех возможностей, которые есть сейчас? Модифицированные серы – это новый продукт, который при применении строительных материалов повышает их эксплуатационные и технические характеристики. Речь идет о таких материалах, как серобетон и сероасфальт. В связи с своими высокими показателями по морозостойкости и стираемости применятся при изготовлении специальных берегу-укрепительных и оградительных сооружений. При добавлении модифицированной серы в асфальтобетонные смеси повышаются характеристики сопротивления усталостному трещинам образования, к стойкости к колее и, соответственно, повышаются пределы прочности. Практически идеальный продукт – серо. Стоит отметить, что есть еще и другие, тоже с высокой добавленной стоимостью. Например, гелий – самый благородный газ, над которым не властна даже земная гравитация. 10% мирового употребления гелия приходится, как ни странно, на обычные воздушные шарики. Если говорить о более рациональном использовании такого дорогого газа, как гелий, то он необходим для работы магнитно-резонансных томографов, используется в энергосберегающих лампах, сварке и даже космонавтике. В России «Газпром» – единственный производитель этого газа. Его извлекают из недр земли с глубины около двух километров. Игорь, правильно я понимаю, что мы с вами сейчас находимся на самом начальном этапе завода? Да, на данной установке протекает процесс очистки. Это первичная подготовка газа перед его дальнейшей переработкой. То есть установка состоит из 12 ацерберов, в которых загружены циолиты. На них происходит очистка газа от серных соединений. И осушка до точки раз именно в 70 градусов. Мощность этой установки – полтора миллиона кубометров газа в час. Избавившись от вредных примесей и пройдя процесс глубокой осушки, газ поступает на гелевые блоки. Здесь уже происходит деление его на фракции. С помощью низкотемпературных процессов происходит последовательная конденсация этого газа. То есть на начальном этапе охлаждение происходит до минус 30 градусов. Там отбиваются наиболее тяжелые углеводороды, а более легкие, такие как метановая фракция, вместе с гелием, который находится в природном газе, поднимаются уже повыше. И эти два процесса разделяются. Далее природный газ охлаждают до температуры минус 70 градусов, тем самым частично его конденсируя. После газ поступают в особый блок, где на языке специалистов и происходит от парка гелия при температуре уже минус 110 градусов. И конечный итог уже – это колонна гелевого концентрата К3, где температура достигает до минус 185 градусов. Соответственно, уже выделяется гелевый концентрат с объемом гелия до 85%. Номинальная мощность переработки природного газа на одном гелевом блоке – 3 миллиарда кубометров газа в год. В час – 375 тысяч. На выходе, помимо метана, получают широкую фракцию легких углеводородов – 23 тонны в час. Этановую фракцию – до 14 тонн в час. И меньше всего гелия – всего 140 кубометров в час. Но это тот случай, когда мал злотник, да дорог. Ведь гелий в десятки раз дороже природного газа. Вопрос состоит в эффективности извлечения гелия из сырья. При его невысоком содержании извлечение гелия просто неэффективно. В Оренбургском перерабатывающем комплексе гель извлекается при его содержании в сырье чуть более чем 0,05%. Ни один завод в мире не может охваться такими технологиями. Наибольшее количество гелия в сырье содержится в месторождениях Иркутской области и Якутии. На порядок больше, чем в Оренбургских месторождениях. И там сейчас активно развивается программа по добыче. И в том числе с учетом необходимости извлечения гелия как ценного компонента. Эти конструкции называются газгольдеры. Они идеальной шарообразной формы. И используются для хранения так называемых гелиевых сдувок. То есть для гелия, который еще раз вернется в производственный цикл. Один из главных компонентов, без которого производство гелия невозможно, азот. Он используется для охлаждения. На заводе его производят сами, из воздуха, одновременно получая еще и кислород. Ого, это пошел газообразный кислород. В данный момент для нас отбирают пробу жидкого вещества с формулой О2. Оно не просто парит, в прямом смысле кипит, переходя из конденсированного состояния в газообразное. При участии таких компонентов, как кислород и гелий, ученые создали на заводе и опытно-конструкторскую установку для получения нового продукта, смесей для подводного плавания. Эта установка позволяет получать такие концентрации, то есть соотношение гелия и кислорода, которые в перспективе могут быть использованы как медицинские газы. Ну, в первую очередь, все-таки это гелий кислородной смеси, который для глубоководных погружений, то есть для работы водолазов, которые выполняют какие-то работы на глубине, ну и для дайвинга тоже. Потребление гелия растет с каждым годом. До 70% от произведенного объема в Оренбурге, а это около 5 миллионов кубометров в год, используется на внутреннем рынке в странах таможенного союза. Остальные объемы направляются на экспорт в страны Европейского союза и Турцию. Лишь 20% газообразного гелия отправляются потребителю вот в таких 40-литровых баллонах. Остальные 80% идут по железной дороге или доставляются автомобильным транспортом в спецбаллонах и спецагрегатах. Среди крупнейших потребителей гелия Китай, Япония и Южная Корея. Цена на гелии формируется на электронной торговой площадке. Уникальный алгоритм этой площадки позволяет покупателям без участия поставщика самим торговаться и определять окончательную цену реализации гелия. Таким образом, поставщик, являющийся монополистом на этом рынке, никаким образом не влияет на эту цену. Основными мировыми производителями гелия сегодня являются Россия, США, Катар и Алжир. Уже в ближайшем будущем российские объемы многократно увеличатся. Будет построен Амурский газоперерабатывающий завод, где гелий будут извлекать из природного газа восточных регионов. После сжижения ценный побочный продукт пойдет как на нужды страны, так и за рубеж. Субтитры создавал DimaTorzok